Субтитры делал DimaTorzok Документы и похищала деньги со счетов опекаемых детей. Предварительная сумма ущерба составила 28 миллионов рублей. Следственные действия продолжаются. О других не менее важных и актуальных событиях дня расскажем в ближайшие полчаса в эфире новости по будням. Здравствуйте. А прямо сейчас короткий анонс основных тем выпуска от наших корреспондентов. Шесть тонн спиртосодержащей жидкости общей стоимостью более 2 миллионов рублей изъяли полицейские у двух жителей Иркутска. Они подозреваются в продаже и производстве контрафактного алкоголя. Все подробности в начале выпуска. Выпуски также напомним о судьбе дома быта в центре столицы Прибайкалья. Я, Олег Федоров, сообщу, кто и каким образом планирует использовать закрытое многоэтажное здание в Иркутске. Иркутский «Зенит» снова остался без денег. Из-за проблем с финансированием команду покидают ключевые игроки, а сам клуб никак не может начать подготовительные сборы. Будет ли профессиональный футбол жить в Прибайкалье, выяснял я, Данил Седов. Один из Прибайкальских домов творчества запустил онлайн-уроки, на которых можно изучить детский фольклор, роспись и ткачество. А британские ученые смогли заснять танцующую ДНК. Все подробности в рубрике «Повесточки». И теперь о событиях дня подробнее. В Иркутске задержали мужчин, которые подозреваются в реализации контрафактного алкоголя. Общая стоимость изъятой спиртосодержащей продукции составила более 2 миллионов рублей. В одном из гаражных боксов областной столицы бутлегеры хранили более 6 тонн незаконной жидкости. Если конвертировать в тару для продажи, то получится 12 тысяч бутылок контрафактной водки и коньяка, а также 50 пятилитровых баллонов с этиловым спиртом. Также стоит отметить, что нелегальные горячительные напитки отмечены федеральными и акцизными марками. Разумеется, что все эти знаки поддельные. Более того, реализация товара пилась с особой осторожностью. Они использовали методы конспирации. То есть хранили контрафактный алкоголь в контейнере, гаражном боксе. И продавали его исключительно проверенным клиентам. В Иркутской области факты изготовления контрафактного алкоголя выявляют весьма часто. Нередко бутлегеры успевают распространить фальсифицированные спиртные напитки по всему региону. О самых резонансных случаях узнаете в следующем материале без комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok Будет ли вторая жизнь у дома быта на улице Урицкого в Иркутске или здание советской эпохи канет в лету? Этот вопрос волнует и собственников здания, и простых горожан уже лет пять. Именно столько объект стоит бесхозным в самом центре города. Грядут ли изменения в судьбе дома быта? Узнайте в следующем материале. Купить шторы, сходить в кафе или отремонтировать часы. Раньше можно было в одном месте, но уже почти пять лет в доме быта на улице Урицкого в Иркутске время остановилось. Работа заведения была прекращена по решению суда. Все из-за нарушений противопожарной безопасности и необходимости проводить в здании капитальный ремонт. Казалось бы, рядовая ситуация. Достаточно устранить все недостатки сооружения. Вот только собственник дома быта – Иркутская администрация. Правда, частично. Есть и другие владельцы. Поэтому принять решение о дальнейшей судьбе здания можно только коллегиально. Сделать этого, по факту, не удалось до сих пор. При этом, если передать в аренду помещение мэрии, то сначала здесь нужно будет провести ремонт и устранить все неточности требований пожарной безопасности. Именно из-за этого в 2016 году здание и было законсервировано. Ну, а в случае концессионного соглашения, ремонтные работы всех инженерных систем, а именно подвалов, кровли и эвакуационных выходов, должен будет провести частный инвестор. А городская администрация за это предоставит ему право владения площадями. В свое время здесь предлагалось создать целый комплекс детских квантуриумов, перенести сюда дом учителя, располагающийся неподалеку, или создать координационный совет по национальностям. В таком случае в самом центре Иркутска, наконец, появится площадка, где можно будет проводить культурные и театральные представления, устраивать киносеансы, организовывать работу ярмарок, клубов и парка с аттракционами. Однако депутаты городской думы предложили пойти по иному пути, предоставить помещение под ведомство городской власти. Есть еще и третий вариант. Администрация города предлагает продать нежилые помещения. Возможно включить муниципальные нежилые помещения, расположенные по адресу город Иркутск, улица Урицкого, дом 8, в прогнозный план приватизации на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы для приватизации единым лотом посредством проведения электронного аукциона. По предварительной оценке специалистов, все здание обойдется более чем в 330 миллионов рублей. Пока что покупателей не нашлось. Но это не значит, что их не будет. Окончательно решится судьба дома быта в марте. Олег Федоров, Виктор Черкашин, новости по... К сожалению, в областном центре это не единственный пример здания, которое можно эксплуатировать, но оно тем не менее заброшено. Так уже 4 года в подвешенном состоянии находится статус знаменитого дома кузнеца. Здание было построено еще в начале 20 века. В последние годы оно ветшало, но окончательно на ремонт было закрыто только в конце 2017 года. А в начале 2019 фасад дома кузнеца закрыли баннером и установили строительное ограждение. Сейчас здание находится в аварийном состоянии. Дом числится за фондом имущества Иркутской области, но не целиком, около 500 квадратных метров, находится в частной собственности. Однако, судя по внешнему виду, заниматься объектом никто не хочет. Практически каждый год иркутские любители футбола говорят об одной и той же проблеме финансирования областного клуба «Зенит». 2021 год не стал исключением. Игрокам снова не платят деньги на протяжении нескольких месяцев. Терпение на исходе не только у спортсменов, но и у руководства клуба. Тему продолжит Даниил Седов. Вся команда первенства профессиональной футбольной лиги уже вышли из своих отпусков и начали подготовку к весенней части турнира. Все, кроме Иркутского «Зенита». У нашей команды снова возникли финансовые проблемы. Сейчас денег нет даже для того, чтобы просто тренироваться. А игроки не видели своих зарплат с августа. Из-за таких задержек по зарплатам команду покинули уже 7 человек. И речь идет не только о приезжих игроках. Из Иркутска уезжают даже воспитанники местной футбольной школы. Причем деньги не получают и административный состав «Зенита». Спортивный директор Александр Ковалев говорит, что долги копятся аж с 2016 года. И каждый раз финансовой помощи хватало примерно на полгода. А в начале 2020-го спортсменам и тренерам первые лица Прибайкалья говорили о том, что профессиональный футбол нужен региону. Люди, отвечающие за это, просто пустили, толкнули кораблик. Утонет так, утонет, не утонет так. Ну, хорошо, мы рады будем. А если утонет, ну что, судьба его такая. Но только не понимаю, как можно просто-напросто так, просто толкнуть корабль, утонет, не утонет. Ведь за этим корабликом стоит большая масса людей. Но масса эта становится все меньше. Сейчас в заявке «Зенита», без учета тренерского штаба, числится всего 15 человек. Остались самые терпеливые. Подписывать новых игроков в сложившейся ситуации просто нереально. Спонсоров у иркутской команды нет. Все деньги выделялись из бюджета области. А это заведомо проигрышная схема. Ведь профессиональный футбол, удовольствие дорогое. И когда-нибудь у любого региона заканчиваются на это деньги. И без дополнительного финансирования клуб умрет. Так было со «Звездой» в 2008-м и с «Байкалом» в 2016-м. Но у «Зенита» пока есть шансы избежать такой участи. В Министерстве спорта Иркутской области пояснили, что средства на финансирование профессионального спорта в Прибайкале на 2021 год в бюджете региона уже заложены. Однако для того, чтобы «Зениту» получить эти деньги, это финансирование, команде необходимо пройти целый ряд бюрократических процедур. Но даже их результат не дает никакой гарантии того, что команда получит деньги. Даже если деньги дойдут, не факт, что их хватит. Сейчас «Зениту» нужно минимум 20 миллионов рублей. Их потратят на частичное погашение долгов и перелеты в другие регионы на оставшиеся матчи сезона. Найти необходимую сумму нужно до 25 февраля. В противном случае клуб снимется с турнира и прекратит свое существование. Навсегда. Данил Сюдов, Андрей Назаров. Новости по будням. Но не только профессиональный футбол в Иркутской области был на грани банкротства. История регионального спорта знает массу примеров, когда клубы были вынуждены распускать своих игроков и объявлять о снятии с турниров по одной простой причине – деньги. Несколько самых громких примеров приведем в следующем материале. Сойти с дистанции посреди чемпионата для прибайкальских команд это, к сожалению, стало привычным делом. Так, например, ангарский «Ермак» в преддверии этого сезона собрал внушительный состав и казалось, что хоккейный клуб готов покорять высшую лигу. И все было хорошо до декабря 2020-го. Именно с этого момента команду начали покидать игроки, а на результаты коллектива из города нефтехимиков было больно смотреть 17 поражений за три месяца. Причиной всему стало отсутствие денег. Объявит «Ермак» о своем расформировании или нет – неизвестно, но очевидно, что у клуба большие финансовые проблемы. Куда хуже дела складывались у баскетбольного «Иркута» в 2018-м. Тогда команда довольно неплохо выступала во второй суперлиге и ни о каких проблемах речи не шло. Однако 30 декабря руководство объявило, что «Оранжево-черные» снимаются с чемпионата из-за отсутствия финансирования. К счастью, летом 2019-го «Иркут» получил вторую жизнь. Пока продолжает играть и женский волейбольный клуб «Ангара». К сожалению, результаты наших девушек пока оставляют желать лучшего. С 2015 года, именно тогда команда потеряла своего спонсора, и «Иркутянки» выступают в высшей лиге «Б». За шесть лет в турнире они ни разу не брали титул чемпионок. Данил Седов, новости по будням. Оплата по-новому с нового года жители Устилимска теперь вносят деньги за услуги ЖКХ напрямую, а не через управляющую компанию, как это было раньше. Но есть несколько нюансов. Так, за различные виды обслуживания необходимо пополнять баланс разных энергокомпаний. Изменения жители Устилимска увидели в квитанциях на оплату коммунальных услуг. В платежном документе три строки. За электроэнергию, как и прежде, необходимо платить в Иркутск Энергосбыт, в Байкальскую энергетическую компанию, за отопление, горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение. Если по этим услугам у жителей были долги в управляющую компанию, то начисление отображается третьей строкой. Собственникам не нужно перезаключать никаких договоров. Переход произошел автоматически. Номера лицевых счетов также остались прежними. Для оплаты и передачи показаний продолжают работу и привычные сервисы. Оплачивать услуги можно через мобильное приложение, либо с помощью приложения мобильного банка. При оплате дистанционно необходимо обращать внимание на вид услуги и получателя платежа, название компании, в которую вносятся деньги. Прививку от ковида можно сделать бесплатно. Очередная партия вакцины поступит в Иркутскую область на следующей неделе. Это около 10 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Всего регион уже получил 56 тысяч доз препарата. Первым компонентом в Прибайкале уже привились более 32 тысяч человек. Из них лишь четверть – это пожилые люди, хотя они относятся к приоритету первого уровня вакцинации. Ведь болезнь больше всего угрожает здоровью и жизни пенсионеров. Тем не менее, на сегодня можно сказать, что пандемия медленно, но верно идет на спад. За сутки в регионе неутешительный диагноз подтвердился у 245 человек. Однако расслабляться рано. От коронавируса скончались еще 8 человек. За сутки 384 пациента были выписаны из больниц. При этом в регионе все чаще удается спасать ковидных больных со стопроцентным поражением легких. В специализированном госпитале для лечения внебольничной пневмонии в Шелихове уже несколько таких пациентов. За счет чего медики достигают таких результатов и какие технологии помогают врачам возвращать к нормальной жизни даже тяжелых больных, разбирался Олег Федоров. Эти документы на выписку Людмила Соколова ждала две недели. В Шелихов в госпитале внебольничных пневмонии 61-летнюю жительницу Култука доставили с 60% поражением легких. Ковид постарался. Сейчас тест на коронавирус отрицательный. Но впереди еще реабилитация, чтобы победить последствия тяжелой болезни. О пережитом женщина говорит почти плача. Сейчас начинаю, когда осознавать, думаю, а если бы не было этого госпиталя в какую-нибудь просто больницу, конечно, там тоже доктора, конечно, доктора, но узкая специальность, это узкая специальность, все равно это много. Значит, спасибо докторам. Подобные эмоции и истории у пациентов практически за каждой из этих дверей. В среднем в сутки в госпиталь поступают 10 больных коронавирусом. С 1 декабря, как заработал новый медцентр, здесь приняли более 400 человек из разных районов региона. Всех размещают в специальных благоустроенных и оборудованных боксах. Через такие окна, где, кстати, установлен прибор для обеззараживания, передают пищу и лекарства. Для максимальной возможной защиты медперсонала и предотвращения распространения вируса. В этом медцентре реализованы все самые современные требования по эпидбезопасности и лечению внебольничных пневмоний. Мы пациента целенаправленно отправляем сразу же после того, как он прошел первичный осмотр на контроль, то есть на МСКТ можем отправить, тут же у нас лаборатория экстренная есть. То, что новый центр дает такие возможности, и результат нашей работы становится намного лучше. Лучше это в том числе и когда удается поставить на ноги пациентов со стопроцентным поражением легких. Один из таких – Виктор Петров, сам из Золарей. Здесь уже шесть недель с 8 января. Привезли на скорой. Дальше – реанимация. Первое время врачи кормили с ложечки, лишь на секунду приподнимая кислородную маску. Трубку одеваю, и все, так ставлю. И если кислород на сколько добавил, добавил. Сейчас, как работает система подачи кислорода, которая есть в каждом боксе, Виктор может объяснить любому. Но предпочитает говорить о предстоящей выписке. Ожидает ее день на день, как и сосед по палате. Владимир Алексеевич живет в Слюдянке. История встречи с коронавирусом до боли банальна. Где-то подхватил. Справиться с заболеванием амбулаторно не получилось. Потом в реанимацию. И вот в реанимации мы с Виктором встретились по несчастью, можно сказать. Ну и подружили сейчас, как родные братья стали. Ну мне, конечно, повезло. Тут госпиталь вообще только новейший госпиталь. Оборудование новое. Все продумано. Продумывали этот госпиталь действительно детально и создавали центр, полностью готовый ко второй волне коронавируса. Когда весной стало понятно, что ее не избежать, по инициативе Олега Дерипаски, с нуля были построены семь медцентров в Сибири. Три из них именно в Иркутской области. На приемку и открытие каждого из них промышленник и общественный деятель приезжал лично. Он же помог организовать консультации местным врачам с лучшими специалистами по лечению коронавируса из Москвы. Особое внимание было и к выбору медоборудования. Оно по максимуму помогает врачам выбрать тактику лечения. У нас есть хороший блок интенсивной терапии, он полностью оснащен, он позволяет мониторировать пациента каждую секунду. Видим изменения, реагируем. Не видим изменения, оставляем тактику, ведем пациента, лечим дальше. Вот такая-то ювелирная тонкая работа. И результат этого – возвращение даже тяжелых пациентов к нормальной жизни, к родным и близким. Проводить больше времени с семьей мечтают и врачи. Это произойдет, когда пандемия закончится. А новый медцентр продолжит уже в штатном режиме и дальше стоять на страже здоровья жителей региона. Олег Федоров, Владимир Пинаев, новости по будням. На страже порядка вовремя оказались сотрудники полиции. В храме святителя Иннокентия в Братске неизвестный мужчина похитил смартфон из сумки одной из прихожанок. Женщина оставила ее при входе, и злоумышленник решил воспользоваться этим обстоятельством. Но далеко воришке уйти не удалось. На вызов оперативно прибыла группа быстрого реагирования. Они-то и заметили, как из храма выбегает молодой человек. Сотрудникам правоохранительных органов не составило труда задержать злоумышленника. Им оказался 35-летний ранее судимый брачанин. Свою вину мужчина признал, и по данному эпизоду уже возбуждено головное дело. Теперь правоохранительные органы выясняют причастность молодого человека к другим подобным происшествиям. А вот еще в одном храме Братска в честь Смоленской иконы Божьей Матери закончили роспись стен. Этим занимались мастера из Волгодонска Ростовской области. Причем на это ушло всего два месяца. О нюансах создания церковной живописи и о том, почему священнослужителям приходится нанимать иконописцев издалека, узнаете в следующем материале. Каждый элемент росписи в новом храме Братска в честь Смоленской иконы Божьей Матери несет символ. Даже в цветах можно найти глубокое значение. Например, взятый за основу светло-голубой цвет в православной традиции считается цветом Богородицы. А в образах святых узнаются воины-защитники. Пока что роспись слишком яркая, но это временное явление, потому что работу всего несколько дней назад закончили иконописцы из Волгодонска. На все необходимые мероприятия у мастеров ушло два месяца. Здесь символы. Лев, ангел, телец, лев. Это символы уже евангелистов Нового Завета. То есть их четыре евангелия, основных и четыре евангелиста, им каждому был присвоен символ. То есть исходя из того, какую они большую сторону Христа описывали. Новый храм в Братске могли бы расписать иконописцы из столицы Прибайкали. Однако у большинства из них нет такого большого опыта. Многие пришли в это ремесло лишь когда в Иркутске появилась первая полноценная иконописная студия. То есть четыре года назад. Работает мастерская при храме Дмитрия Донского. Люди, которые приезжают издалека, у них очень для них важно сделать быстро, уехать домой, потому что дома семьи, дети, основная работа. А человек, который живет здесь, он трудится по-другому. Он более вдумчиво относится к работе. Проще пригласить бригаду, которая бы быстренько приехала, бы сделала. Допустим, местные мастера эту роспись сделали бы два года. Бригада приехала, сделала за полгода. Опыт росписи храмов иркутским мастерам необходим, чтобы набивать руку. Ведь в столице Прибайкали большинство иконописцев только недавно приобщились к этому ремеслу. Смогли бы поспособствовать развитию начинающих мастеров в церкви из глубинок. Ведь у них зачастую нет возможности привлекать серьезных иконописцев. А росписью порой занимаются обычные художники. А ведь для того, чтобы овладеть искусством, иконописи нужны годы обучения. Занимаюсь иконописью. Вот я пришла в 17-м году в студию к Елене Анатольевне. Ну, немножко раньше начала уже интересоваться этим. Ну, вот так вот обучение, да, с 17-го года. Иконописцы осваивают свое мастерство всю свою жизнь. Есть и еще один важный нюанс. Священные изображения могут создать только люди из православной религии, которые ходят на службы, исповедуются, причащаются и постятся. Но, как говорят сейчас желающих освоить, иконопись становится все больше. А значит, есть надежда, что в преображении храмов при Байкале будут участвовать и в основном местные иконописцы. Ольга Хармутова, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Развивать местную культуру, безусловно, необходимо. А тем более, что Иркутская область богата на таланты. Об одном из главных самородков при Байкале пойдет речь в новой лекции, которая состоится уже завтра в рамках проекта «Научные уикенды». Аспирант Иркутского госуниверситета Артем Лухнев погрузит слушателей в миры Валентина Распутина. Организаторы отмечают, что главный акцент лекции будет сделан на одном из ключевых произведений Валентина Григорьевича о повести «Живи и помни». К тому же, в ходе разговора будут рассмотрены различные театральные интерпретации классического текста. Состоится лекция символичной и по традиции в научной библиотеке ЕГУ имени Распутина в 11 часов. К тому же, запись беседы можно будет посмотреть на... Рамазан Абдулаев снова заявил о себе на весь мир. Иркутский спортсмен на этот раз выступал на международном турнире подзюдо «Большой шлем». В весовой категории до 60 килограммов молодой человек провел пять схваток. Нашим земляком были повержены представители Бельгии, Греции, Израиля и Великобритании. Единственное поражение Абдулаев потерпел от уроженца Азербайджана. Как итог, третье место и бронза турнира. В преддверии главного турнира Старого Света получила очередной вызов в сборную России Екатерина Тырышкина. Ангарская футболистка вошла в список 24 игроков, которые будут готовиться в составе национальной команды к чемпионату Европы. Тренировочный сбор пройдет в Турции. На главной ледовой арене Иркутска сразятся третья и четвертая команды чемпионата России по бенде. 20 февраля «Байкал Энергия» примет хабаровский «СКА-нефтяник». Поединок коллективов, которые уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира, начнется в 19.00 по местному времени. Данил Седов, новости по будням. У жителей и гостей Иркутска появился весомый повод посетить художественный музей. Там выставили редкое двухтомное издание книги «Божественная комедия» Данте Альгери. Также в экспозиции будет представлено подарочное издание уже 21 века, но с иллюстрациями итальянского художника Сандро Боттичелли. Выставку можно будет посетить до 15 марта. О других не менее интересных новостях со всего света узнаете в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Каждый из нас немного творец. Благодаря креативному подходу мы можем создавать что-то новое и интересное. На эту тему сегодня и предлагаю поговорить. Иркутский Дом народного творчества запускает онлайн-уроки. Специальный раздел на YouTube-канале учреждения будет пополняться новыми лекциями каждую неделю. Уже сейчас можно изучить урок, посвященный песенным традициям семей Забайкаля и детскому фольклору Киринска. Там же можно посмотреть яркие мастер-классы под качеством и урало-сибирской росписи. Участником творческого конкурса игрушек полицейский дядя Степа сможет стать любой желающий ангарчанин, независимо от возраста. Для этого необходимо изготовить игрушку из текстиля, пластика, бумаги, дерева или иного материала. Самое главное, чтобы результат отражал облик и специфику сотрудника правоохранительных органов. Лучшие поделки по завершению конкурса будут переданы воспитанникам детских домов и других социальных учреждений, а также детям из малообеспеченных семей. Привлечет внимание не только детей, но и взрослых. В Улан-Де вскоре начнет курсировать необычно разрисованный трамвай. Таким творческим подходом жителям Бурятии хотят рассказать о проблемах экологии в их регионе. На транспорте в технике граффити будут размещены красочные рисунки на тему окружающей среды. Также на электровагоне сделана большая надпись «Время разделять мусор». Создатели такого проекта надеются, что такой необычный трамвай сможет не только довести до нужного места, но и воспитать в людях ответственное отношение к природе. Место творчеству должно быть и в науке. Так британские ученые сняли на видео танцующую ДНК. Команда ученых сделала снимки одной молекулы ДНК в высоком разрешении. В ролике видно, как меняется ДНК, когда встраивается в клетку. Раньше ученые могли наблюдать ДНК только с помощью микроскопов в статичном виде. Но новая технология позволила им отслеживать движение каждого отдельного атома в пределах одной нити ДНК. Желаю вам как можно больше творческих идей. До встречи! И на сегодня это все, чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402. Если у вас есть интересные новости, не забывайте про наш сайт www.ntsdfistv.ru. Я же на этом прощаюсь. Следующий выпуск новостей по будням выйдет в эфир уже после длинных выходных 24 февраля. Ну и конечно же с наступающим Днем Защитника Отечества всех мужчин. И помните, мы всегда вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok